У вас есть какой-то приоритет. Что вы мне расскажете про этот приоритет? Вы мне расскажете несколько предложений, скажете, ну, вот то-то, то-то, то-то. И что ваш машиномышление может сделать? Ничего, вы ей уже помогли создать рассказ. А наша задача – заставить ее крутить шестеренки. То есть мы должны из очевидного перейти в состояние некого незнания, как бы вот озадаченности. Если нам все понятно, машиномышление не поедет, она будет крутить гадости, которые у вас в мозгу всегда легко образуются. Наша задача – чтобы машиномышление поехало для решения нашей задачи. Так что не надо рассказывать нам самим себе про наш приоритет, в который мы считаем, что нужно сейчас инвестировать. Нам нужно увидеть всю палитру обстоятельств, фактов, деталей, информации, обстоятельств и так далее, которые задают эту ценность, которые образуют эту ценность, из которых эта ценность состоит. Ну, вот, допустим, вы определили, что вашей ценностью будет являться сейчас работа, и это ваш приоритет. В этом смысле вы себе можете задать вопрос, ну, как бы, что мне сделать, чтобы моя работа, так сказать, стала приносить больший доход, чтобы она позволила мне сохранить мои компетенции, нарастить новые компетенции. И дальше начинаете загружать факты про вашу работу, что вы про нее знаете, что там хорошо или плохо, какие там есть составляющие, какие люди в этом деле участвуют, что вас с этими людьми связывает, какие ваши компетенции наиболее востребованы, какие, наоборот, недовостребованы, какие есть ресурсы, куда развивается компания, в которой вы работаете и так далее. Много-много-много раскрывающих задачу вашу, вот этот приоритет, эти факты, для того, чтобы увидеть мотив данных, которые в вашем мозге есть. Ну, можно еще, на самом деле, подсобрать, поспрашивать, поговорить и так далее, но именно с поиском вот тех вот элементов, из которых складывается, это, ваше, кажется, такой простой и ясный ценность, приоритет, задача и так далее. И вот как только вы в этот мозг перезагружаете, загружаете заново факты, которые когда-то были в нем собраны, добавляете туда факты, которые получаете из внешних источников информации, от других людей и так далее, вы получаете возможность увидеть свою эту ценность, свой этот приоритет совсем по-новому. Вы понимаете, что нужно сделать, чтобы с ним что-то становилось лучше, а какие действия мертвому припашка. Вы увидите, что я, в каком направлении я могу это дело развивать, а какое направление является, скорее всего, менее выигрышным. И это будет происходить на подсознательном уровне.